Всем привет! Сегодня хочу сделать отчет. Я вышиваю вот такую картину от чудесной иглы. Называется «Бархат ночи». Я сейчас уже жалею, что я не вступила в какой-то совместный проект. По-моему, какие-то были совместные проекты, или на черной конве отшивались, или восточные мотивы какие-то отшивались. В общем, я не участвовала ни в одном СП, поскольку боюсь подвести народ. Тем более, что с черной конвоей я не дружила в самом начале, но сейчас я более-менее привыкла. Вы знаете, я не люблю снимать отчеты о своих процессах, поскольку на полдороге показывать нечего. Но вот сейчас я дошла до интересного момента и хочу вам показать. Картина еще полностью не закончена. У меня отшита только половина. Когда я вышлю полностью, еще потом буду вышивать лентами. В общем-то, это большой такой длительный процесс. Сейчас я вам сделаю отчет, и будет полностью отчет, когда будет полная отшивка. И потом только буду приступать к вышивке лентами. Часто снимать я не люблю. Вот смотрите, уже я отшила, я уже пяльца передвинула. То есть весь подол платья у меня получается вышит. Вот так вот весь подол, вот этот большой участок, вот я до этих пор уже дошла. Как вы видите, половина, ровно половина картины. Я снимаю обычно начало проекта, середину, законченные варианты и оформленные. Вот сейчас как раз у меня половина. И смотрите, что интересно. Вот здесь вот я подошла уже вот к этому синему цвету. Вообще, конечно, очень красивые цвета. Это прям вот радуга такая, я уже показывала. Здесь каких только расцветок нет. И красиво так луна здесь светит. Ну, в общем, все мне нравится. Единственное, они лады были с черной конвой. Но я, наконец-то, с ней подружились, подружилась. Видео о том, как я подружилась с черной конвой, я уже выкладывала. Практически уже никакого дискомфорта я не испытываю. И смотрите, как интересно. Вот здесь вот у нас идет вышивка синим цветом. Здесь добавлена металлизированная нить. И я старалась ее делать вот здесь, как положено. То есть я вышивала голубой ниточкой в одну нить. И сверху потом вышивала металлизированной нитью. А вот этот участок я пробовала сразу заправлять две нитки. Одна голубая, одна металлизированная нитка. И здесь получается блеска меньше. Но ткань смотрится как парча. И вот я теперь в раздумьях, как мне лучше отшивать. То ли вот таким способом, то ли вот как здесь. Вот таким способом. Ну, дочка говорит вот так. А мне показалось, что меньше блеска будет лучше. Ну, как вы знаете, на камере блеск плохо видно. И бисерный, когда работы показываешь, плохо видно блеск. Так, вот макросъемка. Вот тут идет сверху металлизированная нить. А вот здесь идет вместе заправленная. Ну, как видите, крестики у меня уже пошли поровнее. Что хочу сказать про этот набор. Вот этот набор у меня куплен давно. Там заявлена была канва Bestex и нитки Bestex. Вот сейчас уже мне написала девочка в комментариях, что приходят вот такие наборы с синтетическими нитками. Будьте внимательны, когда покупаете от чудесной иглы наборы. Они теперь иногда комплектуют нитками гамма. У них ярлычок тогда приклеен на пакетике на лицевой стороне. А если нет никакой наклейки, то будьте внимательны. Читайте, какие там нитки. Поскольку, допустим, меня синтетические нитки не устраивают. Вот это вот первый набор. И здесь писали нитки Bestex. Или вообще просто писали Muleyne хлопок. И что интересно. Вот тут у меня обрезки от ниток. И мне показалось, что нитки разные. Вот, допустим, если мы берем белую ниточку. Она тонкая-тонкая. Она совершенно такая же, как швейная нитка. Вот обычная нитка. Я и размечала канву. И вот эта идет точно такая же ниточка. Светло-желтая идет точно такая же ниточка. А вот эта зеленая нитка, она как-то более гладкая, более плотная, ровное плетение. Голубые хорошие ниточки блестящие. Так, синяя, дальше идет опять тонкая, как простая ХБ. Так, вот эта вот голубенькая тоже хорошая, хорошо ложится. Я раньше вышивала нитками Gama и нитками Bestex. Вот что-то мне подсказывает, что здесь половина ниток Bestex, а половина ниток Gama. Я, конечно, могу ошибаться. Возможно, нитки Bestex, они идут такие разные. Вот, но мне кажется, это нитки Gama. Вот эти вот оранжевые, по-моему, Gama. Все-таки столько ниток Gama я и сшила. Мне кажется, это они. Вот. Ну, я их очень люблю, ниточки Gama. Вот. Но я не знаю, конечно, когда девочки даже пишут, когда подбором вышивают, не любят смешивать нитки. А здесь, получается, сам производитель нам эти нитки перемешал, что ли. Или, ну, не знаю, или Bestex опускает такие нитки. Но ладно. Вот в этой работе тут вот много блестюшек всяких. И я думаю, что здесь не так важно. Я хочу сказать, что, в общем, работа смотрится все равно хорошо. Вот издалека, если мы будем смотреть, хорошо смотрятся переходы, складочки вот эти. Ну, а здесь мне вообще результат очень нравится. Вот этот блестючий. Очень жаль, что на фотоаппарате сейчас не видно. Может быть, видно будет, когда я скину видео, посмотрю. Но вот эти вот блестюшек не видно. Все это переливается. Вот этот синий цвет очень красиво переливает. Ну, хочу сказать, что на данном этапе мне работа нравится. Почему я не люблю показывать свои начатые проекты, которые не закончены. Если человек адекватный и понимает, прекрасно видит, что получится в результате, он может эту работу оценить. Но есть люди, которые совершенно не представляют, что будет в конечном итоге. И такие люди, конечно, скажут, фу-фу. Я обратила внимание, вот у меня парижанки отшивала. И когда я вышила картину нитками, а лентами, я еще не вышивала. И у меня было очень много дизлайков. То есть работа не понравилась. Потому что эта работа была рассчитана не на крестик, а на ленты. И когда я вышила лентами, у меня столько было классов и комментариев. Ни на одну работу у меня не было такое количество классов и положительных комментариев, как на парижанок. То есть очень понравилась эта работа, когда она была полностью завершена. Но совершенно не понравилась она людям, когда она была на полпути. Там единицы всего написали, что хорошая работа, но дизлайков было много. И, кстати, я скрыла дизлайки. Сейчас их люди не могут посмотреть. Но это сделано для того, чтобы люди не отвлекались на видео, сколько мне человек поставило лайк, сколько дизлайк, а только для того, чтобы высказывали чисто свое мнение. Ага, много дизлайков, и я поставлю. Либо так, ой, сколько лайков, мне не нравится, но я тоже поставлю. То есть так человек более адекватно может свое мнение выразить и не смотрит чего больше. А я потом по этим уже видео могу сравнить, что понравилось, что не понравилось. Но и, девочки, еще очень плохо. Когда вы ставите дизлайки, вы не пишете комментарии. Вы должны написать, я считаю, что вам не понравилось. Потому что когда человек пишет понравилось и ставит лайк, он пишет, что понравилось. А когда вы ставите дизлайк, никогда не пишете, что вам не понравилось. И иногда начинаешь думать, то ли я не так вышиваю, то ли не понравился сам набор. Очень интересно, конечно, мнение не только тех людей, которым нравится, но и тем, которым не нравится. Так что пишите комментарии. С вами была Инесса. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»